МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...вчера погиб во время представления экспозиции на выставке. Тоже сказать, это злодейское убийство, по сути дела, выпад против всех наших инициатив по умиротворению ситуации на Ближнем Востоке, оказанию помощи братской Сирии. Мы должны понимать, что за такими убийствами, как правило, стоят очень влиятельные силы, которые не хотят мира, которые хотят дестабилизации в этом огромном районе и которые всячески препятствуют решению тех проблем, которые давно назрели. Сегодня и день чекистов, день в ЧК. Эта организация была основана Лениным. Спустя шесть недель после победы Великого Октября возглавил ее Феликс Дзержинский, и они справились с одной из важнейших задач. Сумели подавить саботаж, преступность, и все сделали для того, чтобы уверенно на ноги стала власть советская, власть трудящихся. Я хотел бы обратить еще раз ваше внимание на послание президента. Он там сказал, что мы обязаны выйти на темпы роста ВВП минимум 3%, то есть мировые темпы. Но для этого нужен был и качественный иной бюджет. Тот бюджет, за который проголосовала в Думе только Единая Россия, не позволяет выйти на такие темпы. По сути дела он саботирует развитие экономики нашей страны. Там за три года сокращается объемы сигналований на развитие экономики на 500 миллиардов, урезается здравоохранение примерно на треть и на четверть развитие сельского хозяйства. Поэтому мы никто не голосовал и считаем, что принят бюджет, который дальше будет гробить страну. Чтобы страна развивалась, нужен бюджет минимум 22 триллиона рублей. Этот бюджет 13 триллионов не решает ни одной проблемы. Поэтому три главных опасности, которые стоят за спиной у каждого из вас и в целом у страны по-прежнему будут только усиливаться. Прежде всего кризис. Кризис будет нарастать, его можно преодолеть, если действительно темпы ВВП роста будут как минимум 3%. Раскол в обществе продолжает углубляться. Нищих прибавилось еще на 3 миллиона. Их более 20 миллионов тех, кто живет, имеет доход ниже прожиточного минимума. Это полуголодное существование. И клещи, клещи и дальше будут сдавливать сердце и горло России. И клещи, связанные с тем, что половину оборудования в стране имеет износ более 50%. Это аварийная ситуация, особенно в ЖКХ будет только нарастать. С другой стороны, будет душить безденежье. Обратите внимание на последние исследования. Исследования, которые проводили и Школа высшей экономики, и Левада-центр. 42% заявили, что им не хватает средств на продовольствие и одежду. 42%. Можете себе представить. 46% негативной ситуации на работе испытывают, прежде всего, связанной с увольнением, задержкой за оплату и снижением заработной платы. То есть полстраны находится в нервном состоянии. 61% имеют семейные осложнения, связанные с низкими доходами и нехваткой денег на элементарные нужды. Если посмотреть отношение к кризису, только 4% граждан считают, что кризис пойдет на спад. То есть морально-политическая и финансо-экономическая ситуация крайне сложная. Что касается бизнеса, тут прямо противоположная ситуация. 15-й год. Прибыль организации выросла на почти 20%, а инвестиции сократились более чем на 8%. Деньги забирают, отправляют в офшоры, рассовывают по карманам, а свою страну вкладывать не хотят. 16-й год за 9 месяцев. Прибыль выросла на 10%, а инвестиции опять сокращаются. За полтора последних годов вывели из страны 64,2 миллиарда долларов или 4,2 триллиона рублей. Треть бюджета годового убежала. При такой политике рассчитывать на то, что будем оздоравливать ситуацию, не представляется никакой возможности. В этой связи я подготовил обращение государственно-патриотическим силам с тем, чтобы максимально консолидировать усилия, провести широкое обсуждение нашей программы. Первый шаг к ее формированию мы сделали на Орловском форуме. Мы с этой программой шли на думские выборы. Она поддержана трудовыми коллективами и многими другими организациями. Сейчас наступило время максимальной консолидации и движения большой команды, которые в состоянии выдвинуть из своей среды и кандидата на президента, и состав правительства народного доверия, и провести успешно местные выборы. Я бы хотел, чтобы Новиков, мой зам прокомментировал это событие. Уважаемые участники пресс-конференции, в целом, говоря об уходящем, о годе и наступающем, нужно сказать, что это был год новых либеральных провалов и год растущей актуальности предложений Коммунистической партии Российской Федерации. В значительной степени именно эта идея проводится в документе, распространенном партийными средствами массовой информации за последние дни. Это прямое обращение Геннадия Андреевича Зюганова к Народно-патриотическим силам под названием «Время властно требует новой политики». Нужно сказать, что 2016 год, кроме прочих элементов, характеризовался довольно сложными отношениями с Западом. Это не является новостью в российской повестке дня, но давление нарастало по всем направлениям. Это военно-политическое давление, и здесь активность НАТО в российских границ. Это экономическое давление, никуда не делись санкции. Это информационное давление, ведущие СМИ Запада продолжают лепить из России образ врага. И в этом отношении информационное поле российское в прошлом году было главным образом заполнено международной проблематикой. Это соответствует ситуации информационной войны между Россией и Западом, но не очень соответствует потребностям найти способ выйти из кризиса. В принципе, даже президентское послание в этом году было сосредоточено исключительно на внутренних проблемах. Международная тематика была сведена к минимуму. Это являлось косвенным как раз подтверждением того, что внутренняя ситуация крайне сложна, но тем не менее в информационном пространстве мало что изменилось. Что касается позиций Компартии Российской Федерации, что касается тех развернутых программных выступлений, с которыми выступает лидер КПРФ, то наша позиция состоит в том, что без решения внутренних проблем в конечном счете проводить по-настоящему эффективную внешнюю политику не получится. Мы настаиваем на том, что либеральный эксперимент в России потерпел крах. Стране нужна принципиально новая линия развития, принципиально новая траектория движения вперед. И, конечно, лучше всего искать эту линию развития мирными и демократичными способами. Время требует властной политики, властно требует новой политики. Это заявление как раз и нацелено на то, чтобы побудить наших политических оппонентов к широкому диалогу для поиска выхода страны из тупика. К сожалению, возможности уходящего года на этом направлении были упущены. Выборы в Госдуму прошли, но наши оппоненты не рассматривали их как повод к диалогу и повод к поиску вывода страны из кризиса. Скорее, это была спецоперация по выжиманию заранее заданного результата. Для этого использовалась и перекройка избирательного законодательства, и перенос даты голосования на сентябрь, и на стыщение политического пространства партиями-двойниками, партиями-спойлерами. В итоге политическая система находится сегодня в состоянии деградации. Больше половины граждан на выборы не пришли. И на самом деле гораздо больше, потому что когда председатель избирательной комиссии под камеры запихивает избирательную бюллетеню в урну, то это означает, что надо еще и отнять здесь долю фальсификации, которые никуда не делись, и, соответственно, явка была еще ниже. Итак, на выборах власть людей не слышит, на выборах власть диалог не организуется со своими, с различными политическими силами, и разговаривать с народом тоже не готово, потому что когда такая потребность у людей высказаться появляется, будь то кубанские фермеры, или ростовские шахтеры, шахтеры в Гуково, пытаются вступить в диалог с властью, им такой возможности не предоставляют. Конечно, Геннадий Андреевич уже, по сути, сказал, что является гарантией дальнейшего ухудшения ситуации. Есть главный финансовый документ страны на ближайшие три года, и там все эти гарантии зафиксированы. Если мы возьмем сферу здравоохранения, то на четверть снижается финансирование только в следующем году по отношению к году текущему. Тем временем, вот если мы посмотрим данные рейтинговых агентств, например, агентство Bloomberg, на 55-м последнем месте в своей группе Россия находится по эффективности здравоохранения. По уровню образования мы на 32-м месте в списке Education Index. Ну а зато в других рейтингах, которые касаются степени материального неравенства в России, то тут картинка такая. 88 финансовых ресурсов страны сосредоточено в руках 77 миллиардеров и 123 тысяч миллионеров. Остается 12% финансовых ресурсов, они приходятся на 140 миллионов граждан страны. При этом 40 миллионов граждан, это половина трудоспособного населения, являются должниками, потенциальными жертвами коллекторских агентств, коллекторского рейкета, но при этом все-таки основным рейкетером выступает государство. Здесь соответствующая жилищно-коммунальная тарифная политика, здесь и введение платона, здесь и растущие цены, которые государство обуздать не готово, не желает. КПРФ при этом, обращаясь к гражданам страны, подчеркивает возможности, которые есть для вывода России из кризиса. В обращении время властного требует новая политика, Геннадий еще раз вспоминает о решениях Орловского экономического форума. Они заслуживают этого, потому что Орловский экономический форум стал тем этапом, когда все прежние наработки партии, все предложения партии были саккумулированы и в дальнейшем получили поддержку на форумах аграрном, на форуме трудовых коллективов, Всероссийском съезде трудовых коллективов, на социальном форуме. И именно с этими основными предложениями мы шли на выборы в Государственную Думу. Ну, несколько примеров. Национализация. Без этого сегодня понятно, что не решить даже проблему до обшоризации российской экономики. Если мы говорим про дифференцированную школу подоходного налога, с ней уже все согласны, кроме либералов в правительстве и Единой России, которые их линию проводят в Государственной Думе. Если мы возьмем необходимость монополии государственной на спиртоводочную продукцию, то вот последние события в ряде регионов Иркутской области, эти отравления, они еще раз показывают, насколько это требование Компартии является необходимым. Поэтому, в принципе, жизнь подтверждает нашу правоту. В наступающем году мы продолжим пропаганду своих подходов, будем настаивать на пересмотре проводимой политики, и мы чувствуем, что граждане нас довольно уверенно поддерживают. Если мы посмотрим результаты сентября, сентябрьских выборов, то мы увидим, что по затратам, заняв второе место, сохранив роль ведущей оппозиционной партии, Компартия потратила наименьшее количество средств, если суммировать средства, потраченные на федеральном уровне, и средства, потраченные в регионах. Единая Россия 2,4 миллиарда затратила, на втором месте Справедливая Россия 902 миллиона, 711 миллионов потратила ЛДПР, и только 309 миллионов потратила Коммунистическая партия Российской Федерации. Причем, если вы пересчитаете расходы не только в абсолютных цифрах, но и на голос, то и здесь окажется, что поддержка коммунистов в этом отношении наиболее эффективна. Значит, за нас голосуют те граждане, которые думают, которые больше всего страдают от сложившейся в стране ситуации. В обращении, которое мы сегодня представляем вашему вниманию, отмечается, что на сегодняшний день, по сути дела, в стране нет ни одной социальной группы, которая, крупной социальной группы, которая бы выиграла от происходящих в стране перемен за последние 25 лет. С момента разрушения СССР все 25 лет, все четверть века кризис в стране только усугубляется. Крестьянство проиграло, рабочий класс проиграл, интеллигенция в тяжелом состоянии, в сложном состоянии находится сегодня, и научная, и техническая, и культурная. Если взять малый и средний бизнес, который новая власть обещала сделать своей опорой, то и здесь можно говорить только о крайне тяжелом положении вещей. Критикуя эту ситуацию, показывая эту ситуацию, мы говорим о том, что доходную часть российского бюджета можно нарастить, довести ее до 25 триллионов рублей. Сегодня власть крутится вокруг 13-14 триллионов. Соответственно, такое увеличение бюджета позволит проводить принципиально иную политику в социальной сфере, обеспечить бюджет развития, а не деградации. И для того, чтобы выйти к предстоящим выборам этого года, следующего года, для того, чтобы эти выборы все-таки стали механизмом оздоровления ситуации, а среди них и выборы президента Российской Федерации, необходима консолидация всех народно-патриотических сил. В обращении говорится об этом, о необходимости сплочения усилий. Названы некоторые фамилии, которые могут быть, людей, которые могут быть задействованы при формировании правительства народного доверия, при выдвижении на посту губернаторов и другие ответственные должности в Российской Федерации. Ну и, конечно, среди других тем этого заявления, тема, связанная с необходимостью консолидировать общество по разным направлениям. Это не только необходимость преодоления социального раскола, но и необходимость преодоления в культурно-духовной сфере. Очередной виток антисоветизма пытаются навязать России сегодня. Мы видим, как это происходит, когда Зою Космодемьянскую пытаются очернить ее подвиг. Когда директор по науке Никита Соколов Ельцин-центр заявляет о том, что власовцы – это диссиденты своего времени, и к ним нужно именно так относиться. Когда у этого Ельцин-центра планируется открыть фериал в Москве, все это мы расцениваем как попытку развернуть очередную борьбу с советским прошлым, с тем периодом истории, когда наш народ наиболее ярко показал свой героизм, свои возможности и свою готовность отстаивать самые светлые идеалы справедливости, добра мира. 100 лет октября в следующем году на пути к столетию мы будем продолжать борьбу за историческую правду. Мы наметили целый комплекс мероприятий, сформирован Оргкомитет по подготовке к этой дате. Мы получили поддержку в этом отношении и на международном уровне. Есть договоренность о том, что 19-я международная встреча коммунистических рабочих партий пройдет здесь, в России, в ноябре следующего года, когда мы будем отмечать 100-летие октября проводиться мероприятия. Будут в Санкт-Петербурге, Ленинграде и в Москве. Для того, чтобы память о советском прошлом сохранялась, компартии выстроена целая система мер, целая система событий. Завтра мы приглашаем всех в 11 часов на Красную площадь, где состоится возложение цветов к могиле В.С. Сталина, в событии, приуроченная к 137-й годовщине со дня его рождения. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, действительно одна из ключевых мыслей, которая заложена в текст обращения к народным патриотическим силам, это объединение вокруг КПРФ, вокруг Народно-патриотического союза всех здоровых сил общества. Коммунистическая партия Российской Федерации на протяжении многих лет жестко выстраивает систему работы с кадром. И КПРФ это единственная партия, которая имеет здесь выстроенную, совершенно четко работающую вертикаль. Практически 20 лет назад, после распада Советского Союза, после запрета комсомола и пионерии, КПРФ, главе с Геннадием Андреевичем Зюгановым, начало создание пионерского движения. Сейчас сотни тысяч ребят и девчонок вступают в ряды пионерии, гордятся красным галстуком и борются за идеалы своих отцов и дедов. Мы воссоздали молодежные организации, в первую очередь Ленинский коммунистический союз молодежи, который стал действительно достойной кузницей кадров. И ребята, прошедшие школу комсомола, прошедшие школу целого ряда наших проектов, активно вливаются ряды коммунистической партии Российской Федерации. И за последние несколько лет более 20 наших товарищей стали руководителем региональных партийных организаций. КПРФ вместе с комсомолом реализует целый ряд важных проектов, которые привлекают молодежь к нам. Это такие крупные проекты, как «Знамя Победы», которое прошло во многих школах нашей страны, более 30 тысяч уроков. Сейчас комсомол в преддверии 95-й годовщины со дня рождения пионерии вышел с инициативой о проведении уроков юных героев Отечества, где на примере подвига своих сверстников, начиная с древнейших времен и заканчивая современностью, наши школьники могут познакомиться с настоящей героической историей страны, а не той историей, которой пытаются и навязать либеральные средства массовой информации. Целый ряд проектов поддержки детей – это проект «Земля талантов». Дети России, детям Донбасса, они помогают раскрыть таланты ребят из регионов, из Луганска и Донецких народных республик. Это хорошая возможность заявить о себе. Мы считаем, что необходимо активнее развивать стройотрядные движения, поисковые отряды. За последнее время у нас появился ряд талантливых, ярких руководителей, которые прошли при поддержке КПРФ не просто подготовку здесь, в центре политической учебы, а таких ребят уже более 700, но и серьезные стажировки. Одним из флагманов развития современной экономики являются социалистические страны. Вьетнам, Китай. Совсем недавно делегация КПРФ в составе 20 молодых руководителей побывала в Китае, в котором ознакомилась с опытом работы этого государства, который даже в условиях современного мирового кризиса, примерно рост валового внутреннего продукта, составляет порядка 6,5-7%. Одна из ключевых программ, которая принята в Китае, это программа борьбы с бедностью. И мы считаем, что принципиально эту программу реализовать в рамках Российской Федерации. Вот посмотрите на цифры. В 1990 году более 60% жителей Китая жили за чертой бедности. На данный момент таких осталось 4%. И руководство коммунистического Китая, которое очень ценит двухсторонние отношения между нашими партиями, поставило задачу, чтобы таких людей не было. В то время как уровень бедности в Российской Федерации увеличивается, в то время как поддержка правительства во многом исходит из поддержки банковского сектора, и все его больше и больше загоняют в долги в регионах. Поэтому на региональном уровне мы ставим серьезную задачу активизации наших партийных организаций, тем более в преддверии подготовки к столетию Великого Октября. Люди – это конкретные примеры, конкретные примеры работы. Вот фактически завершается год, но наши товарищи продолжают активную работу на местах, и среди них много наших молодых толковых представителей. Совсем недавно в Алтайском крае под руководством молодого первого секретаря Майории Прусаковой был организован комитет в поддержку рубцовских рабочих, по которым была задолженность более 22 миллионов рублей. После обращения руководителя нашей фракции Геннадия Андреевича Зюганова, после работы, связанной вплоть до проведения голодовки, нашим товарищам удалось отбить и удалось обеспечить выплату этой суммы. Активно мы работаем по созданию профсоюзов. Не так давно на базе КПРФ штаба по протестному движению был создан профсоюз студенческий. Туда уже входят порядка 15 регионов, возглавляет Анастасия Байбикова, причем это независимый профсоюз, который реально, в отличие от властных профсоюзов, борется за права и интересы молодежи, за бесплатный проезд, против закрытия вузов, техникумов и учреждений. Свердловским региональным отделением, которое возглавляет еще один из наших молодых руководителей, Александр Ивачев, создана система городского контроля. Причем она работает намного эффективнее, чем целый ряд проектов Общероссийского народного фронта, который активно пиарит средства массовой информации, а люди тянутся к нам и чувствуют поддержку со стороны нас. Еще последний пример. Пельзинская область. Мы все прекрасно понимаем, что российская глубинка живет очень плохо, цены растут, уровень жизни падает. Наши товарищи создали потребительский кооператив «Товарищ». Он активно работает уже более полутора лет, и цены для населения нашим товарищам удалось добиться их снижения примерно на 30% и создать реальную систему кооперации. Это вот я привел пример реальных шагов наших коммунистов на местах, молодых коммунистов, которые работают с населением. Мы эту работу будем продолжать и вместе со своими старшими товарищами максимально объединять вокруг КПРФ и Народно-патриотического блока всех здравомыслящих и думающих людей страны. Спасибо. Но я продемонстрирую еще один пример. Акционерное общество «Совхоз» имени Ленин стало лучшим предприятием Российской Федерации. Сегодня мы подводим итоги работы этого предприятия, которое имеет самое большое поле клубники. Только на клубнике получили 270 миллионов доходов. Имеют великолепное поголовье скота, почти по 10 тысяч литров надоели от коров. Имеют чудный сад, 150 пород яблонь и пример сортов яблонь и около полусотни груш и все виды кустарников. Великолепно изготавливают продукцию без консервантов. Они завершают строительство самой уникальной школы в стране. Эта школа на тысячу мест стоимостью миллиард 200 миллионов на днях в феврале месяце будет открыт. Средняя зарплата в этом коллективе будет по этому году 77 тысяч рублей. Одна из наиболее высоких в сельской местности. Завершаем строительство жилых домов и многого другого. Я хотел, чтобы вы ознакомились. Я еще раз приглашаю президента провести в этом хозяйстве государственный совет и посмотреть, как можно решать проблемы самым эффективным образом. Наше хозяйство, народное предприятие «Объединение Звениховское» стало лучшим в Европе. Она получила 25 золотых медалей на франкфуртской ярмарке. Все остальные продукции тоже отмечены медалями. Великолепно работает весь конвейер от поля до мясокомбината и продажи продукции. Произвели одной из свинины в два раза больше, чем вся республика. 45 тысяч тонн, вдумайтесь только. Там огромный комплекс по выращиванию крупного рогатого скота, 17 тысяч голов. Работают великолепно все звенья, полностью обеспечено все социальное обслуживание и многое другое. Вот вам пример, что даже в условиях кризиса, если задавать народные предприятия повсеместно, можно получать великолепные результаты. Важно только к этому подключить все институты. К сожалению, те пять фильмов, которые я передал и в правительство, и в средства информации, каждый фильм примерно по 20-25 минут о работе народных предприятий, о развитии промышленности Беларуси, об уникальном китайском опыте реформ прорыва в будущее и целый ряд других, так и не нашли освещение в нашей печати и в средствах информации. Вдумайтесь, свой уникальный, потрясающий опыт. Великолепный. Прекрасное настроение коллектива. Огромная, приличная зарплата. Полная социалка. В очередь стоять для того, чтобы устроиться на работу. Работает как народный коллектив, потому что зарплата Кардова зависит от трудовых усилий всех. Почему не рассказать и не показать, когда страна закупает половину иностранного продовольствия? Хвалится о том, что хлеба много собрали. Вот рекордные 117 миллионов тонн. Но вместе с тем закупили продовольствие на 26 миллиардов долларов. Чужого продовольствия. И хлеб не стал ни на копейку дешевле. Идите купите в магазин хлеб. В магазине он через 5 дней заплесневает и позеленеет. Качество продукции никуда не годно. Можно и нужно сделать. Вот учитесь у тех, кто умеет и кто в Европе завоевывает самые высокие награды.